Цветущее дерево считается символом весны и жизни. Лобинск находится в рейтинге самых озелененных городов Кубани. И этой весной его растительный фонд значительно пополнился. Небольшой зеленый уголок появился в пятом микрорайоне. По улице Черняховского высадили Сиреневую аллею. Участие в этом событии приняли ветераны и труженики тыла, проживающие в близлежащих домах, и ученики 11-й школы. Очень хорошо, что на этой улице у нас пока еще живые участники войны, и труженики тыла. Мы решили посадить аллею Сирень Победы, такую акцию провести. Поэтому здесь посажено 12 кустов сирени. Когда-то у нас здесь проживало 12 участников войны. Мы посадили и в честь живых, и в честь умерших. Такие небольшие уголочки, аллейки Сирени Победы мы будем садить еще до 9 мая по всему микрорайону. Встреча ветеранов со школьниками не ограничилась только высадкой деревьев. Также старики побеседовали с детьми. Им есть что рассказать молодому поколению. Разговор такой по душам, который сегодня состоялся, я думаю, на пользу и нашим детям, и нашим ветеранам. Вот видите, даже еще в каждом уголочке, где у нас стоит сейчас ветеран, такие беседы продолжаются. Это очень здорово. Дети с удовольствием слушают, потому что те рассказы, которые сейчас передают наши ветераны, они не прочтут нигде. Это именно из их жизни. Поэтому я думаю, что вот эти дети, которые приобщаются к жизни ветеранов Великой Отечественной войны, они плохого в жизни не сделают. На территории 5-го микрорайона проживает 21 ветеран и участник Великой Отечественной войны. Вручение медалей Победы проходило также при участии детей в стенах 11-й школы. Так что это стало событием для всех поколений жителей микрорайона. Все эти встречи проходили через сердце, потому что настолько каждый труженик тыла, участник войны, воспринимал вручение медали как награду всей своей жизни. Каждый, кто получал награду, так реагировал, как будто это самый важный подарок. Один у нас ветеран труда, труженик тыла, когда он получил медаль в день своего дня рождения, не зная о том, что мы ему принесли медаль, я спрашиваю, а какую бы вы хотели подарок в день своего рождения? И он, даже не задумываясь, сказал, я хотел сегодня получить медаль. И когда он получил медаль, как и многие другие получившие медаль, он целовал эту медаль. На лице его была такая неописуемая радость, слезы радости, потому что действительно каждый из них пропустил всю свою жизнь через получение этой медали. А 12 сиреневых кустов, появившихся на улице, долго будут напоминать жителям о весне 2015 года, весне 70-летия Победы. Это хорошее мероприятие, хорошее. Будем же пропалывать, вспоминать, конечно, что сажали деревьями. Это же наши огороды, наш двор считается. Будем, будем, будем наблюдать, ухаживать за деревьями. Это же для нас красота делается. Да, бурья надо, где поджать, где прополоть, и следить за деревцами. Будем в школу приходить, следить, поливать. Мы помогаем ветеранам, то, что мы их помним, что они победили, и то, что мы сейчас живем и радуемся.